На стенде АвтоВАЗа на Московском международном автосалоне 2016 были представлены прототипы спортивной Весты и X-Ray. Когда появятся товарные машины, чем они будут отличаться от базовых моделей и сколько они будут стоить? Разберемся прямо сейчас. Несмотря на то, что особых проблем в разработке и производстве над Весты Спорт и X-Ray Спорт нет. Скорее всего, ходовой прототип Веста Спорт появится в начале зимы, а у дилеров к нему можно ждать в 2017 году. Точнее сказать сложно, ведь надо закончить инжиниринговой работой, сертифицировать машину и решить проблему с логистикой. Лада Спорт расположена в Тольятти, а Весту, как мы помним, собирает в Ижевске, сообщил Виктор Шаповалов. Цену Виктор Шаповалов назвал на уровне 800 тысяч рублей. Много или мало, напомним, в ценнике на 136-сильный хэтчбэк Lada Kalin NFR значится 850 тысяч, с чего бы Веста должна быть дешевле. Доводить машину собирается по тому же принципу, 122-сильный двигатель объемом 1,8 литра форсирует, поменяет впускной и выпускной коллекторы и перепрошил блок управления. Таким образом, рассчитывают снять до 150 сил, чтобы владелец не издержался на транспортной налоге. Кстати, параллельно ведется работа над 1,6-литровым турбомотором, но сколько будет стоить такая Веста, Шаповалов не решился даже предположить. Это будет нишевый продукт, вроде Subaru WRX STI, отметил генеральный директор Lada Sport. Ступичный узел будут менять вместе с моторами, вероятно, передние повзаимствуют у Renault Duster. По задним решениям нет, но они будут дисковыми. Во французской коробке передач тоже появится нововведение. Штатный ряд заменит на более подходящий, укороченный из гамма-Reno. По словам одного из сотрудников компании, полный набор технических доработок, мотор с коробкой, подвеской, тормоза потянет на 100 тысяч рублей. В эту сумму войдет и оригинальный обвес, который, к слову, рисовал Стив Маттин. Если водитель не хочет переплачивать за мультимедийный центр, камеру заднего вида, климат-контроль и датчик света дождя, он вполне может рассчитывать на Весту Спорт. Ну а желающим получить все и сразу, конечно, придется раскошелиться. Хэтчбэк X-Ray получил аналогичные спортивные вести доработки, полностью новые бамперы и накладки на пороге с заниженной подвеской. Производитель утверждает, что обе машины носят статус перспективных концептов, возможность выпуска которых находится на стадии обсуждения. Вероятным мотором для будущих спортивных лад может стать форсированный до 140-150 л.с. 1,8-литровый вазовский мотор, который сейчас выпускает в 122-сильном исполнении. Вот только спрос на изначально приподнятый, а потом заниженный хэтчбэк вряд ли сравнится с популярностью Весты. Субтитры создавал DimaTorzok